Валерия Пенина 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 правил дорожного движения было скреплено, наверное, только в Уголовном кодексе 1631 года. Она предусматривала ответственность за любое нарушение правил дорожного движения, чтобы оно не повлекло смерти, либо вообще только могло повлиять, уже наступала уголовная ответственность. В 1660 году был принят Уголовный кодекс РСВСР, который уже более подробно расписывал всю уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, но не совсем был корректен тот уголовный кодекс, поскольку разграничивал по субъектности, отвечали отдельно ответственности работники транспорта и отдельно другие лица, граждане. В 1668 году посчитали, что так нельзя, естественно, что все люди у нас равноправные, поэтому были внесены такие изменения и подлежали уголовной ответственности люди, которые причинили любой вред здоровью при нарушении правил дорожного движения и причинили ущерб государству. Наш Уголовный кодекс РФ на не действующих, ну, уже, конечно, другой редакции, был принят 13 июня 1996 года. Он предусматривал уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью и крупного ущерба. Значит, у нас в 1998 году была декриминализирована уголовная ответственность той части, что стало без разницы, причинен либо не причинен ущерб, то есть наступление уголовной ответственности не зависело от причинения ущерба. В 2003 году стала у нас уголовная ответственность только за причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью при нарушении правил дорожного движения. В 2009 году были внесены такие изменения, как усиление ответственности при нарушении правил дорожного движения, состояние алкогольного объединения. Да и в последующем все изменения касались этого же ужесточения ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кстати, хочу отметить, что впервые ответственность более тяжкая была предусмотрена в отношении лиц, совершивших данное преступление в состоянии алкогольного объединения в 1968 году. И вплоть до конца действия уголовного кодекса РСФСР. С принятием кодекса РСФ, как я уже говорила, в 1996 году, не было предусмотрено отдельной ответственности в отношении лиц в состоянии алкогольного объединения, совершивших нарушение правил дорожного движения. Как я уже отметила, это было уже введено в 2009 году только. Светлана Викторовна, раз появилась мировая судебная практика уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения, можете ли вы вспомнить первое дело, которое как раз-таки первоводитель, который был наказан, причем сроком реального заключения? И за что? Вы имеете в виду мою практику? Нет, не вашу, а мировую. Мировая в целом, насколько я готовилась к данной передаче, нет, к сожалению, единой даты. Почему-то все указывают, разные ученые, разную дату указывают, но, как правило, это сводится к концу XVIII века. Там первое было дорожное транспортное происшествие, опять-таки, разные ученые указывают по-разному, где-то на Бродвее, кто-то указывает, что это было в Великобритании, поэтому я даже не могу однозначно вам сказать. И точно так же, как со смертельным исходом, тоже разные сведения везде представлены, кто-то указывает, что это во время гонок, гонщик не справился с управлением и наехал на велосипедистку. Кто-то указывает из ученых о том, что... Но это все не касается, опять-таки, первых сведений Российской Федерации, что водитель не справился с управлением, но наехал на Матиску, которая в это время переходила дорогу и с коляской была. Поэтому я точно сказать не могу, на самом деле, когда же впервые было совершено дорожное транспортное происшествие, в том числе со смертельным исходом. Светлана Викторовна, Вы упомянули об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде. Ввели это совсем недавно. Если сравнивать до и после вот этого ужесточения, людей стало, водителей стало, точнее, меньше пить за рулем? Таких дел меньше стало или так же? Такой статистики не приводилось, но если знакомиться с материалами общей статистики по Тульской области, то, наверное, не очень это изменилось. Как правило, это одна треть уголовных дел, где совершаются преступления в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Викторовна, давайте, может быть, нашим зрителям напомним, все-таки какая есть уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде. Что за это предусмотрено? Как вот уже говорилось, с 2009 года у нас уголовная ответственность наступает за нарушение правил дорожного движения. Если это повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, если это повлекло смерть человека. Соответственно, с 2011 года у нас разграничена тут ответственность по лицам, имеется в виду последствия. Если это причинено средней тяжести вреда здоровья, одна ответственность. Если причинена тяжкий вреда здоровья, другая ответственность. Если причинена смерть человека, третья ответственность. Если смерть двух и более лиц, то уже другая ответственность. И, соответственно, также имеются разграничения по совершению этих преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В любом случае, если причинен легкий вред здоровью, то уголовной ответственности здесь уже не будет. Это административная ответственность. В любом случае, наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы с лишением права управления транспортным средством за исключением совершения такого преступления при причинении вреда средней тяжести, но только трезвому водителю. Здесь единственная предусматривана возможность назначения наказания в виде ограничения свободы. Светлана Викторовна, любое ли нарушение правил дорожного движения влечет наступление уголовной ответственности? Как я уже обозначила, что нет, конечно же. Для этого должны наступить определенные тяжкие последствия. Это причинение вреда здоровью пешехода, либо иного гражданина, который может находиться в транспортном средстве, либо наступление смерти этих людей. Несет ли ответственность сам пешеход? В Вашей практике приходилось ли рассматривать такие дела, когда пешеходы, либо велосипедисты нарушали правил дорожного движения? Таких дел не было ни в практике Тульской области. Таких дел не было. Уголовным кодексом предусмотрено наступление уголовной ответственности для пешеходов и велосипедистов, к примеру. Но это уже статья 268, там та уже разграничена по причинению вреда здоровью лицам, либо на наступлении смерти человека. Водитель любого или транспортного средства может быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения? Уголовный кодекс не указывает о том, что он наступает уголовной ответственности при управлении автомобилем, автобусом, трамваем, другим транспортным средством. Более конкретно уже у данной рекомендации как о примечении данной статьи и в постановлении Пленума Верховного суда о практике применения наказания и практике рассмотрения дел по делам данной категории. И как бы указывается, что транспортным средством признается механическим транспортным средством с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров. И только тогда при управлении таким транспортным средством наступает уголовная ответственность. В противном случае это уже другая ответственность, либо 268-я, либо вообще это будет административная ответственность. Какие обстоятельства смягчают ответственность и какие отягчают? У нас единый перечень всех обстоятельств смягчающих ответственность указана на статье либо 61-я, это для смягчающих обстоятельств, либо 63-я по отягчающим обстоятельствам. Но по делам данной категории, наверное, смягчающим обстоятельством может быть наличие малолетних детей у виновного, оказание своевременной медицинской помощи, заглаживание причиненного вреда в виде материальных выплат каких-то, может быть даже явка с повинной, активно способна раскрытие расследования преступления. Отехчающие обстоятельства у нас перечитлены в статье 63 УК, но, наверное, более приемлемые для данной категории, это может быть только лишь отсыдив преступления, то есть совершение лицом преступлений, будучи, когда у данного лица имеется другая непогашенная и неснятая судимость по другому преступлению. Хотя у нас в УК предусмотрены такие отягчающие обстоятельства, как наступление тяжких последствий, состояние алкогольного опьянения, недавно было выделено такое отягчающее обстоятельство, однако в данном случае они, наверное, все-таки неприемлемы, поскольку эти обстоятельства уже прямо указаны непосредственно в диспозиции статьи за нарушение правил дорожного движения. То есть само по себе это уже учитывается как совершение преступления при этих обстоятельствах. Светлана Юрьевна, такой вопрос. Является ли отягчающим обстоятельством то, что водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, допустим, скоростной режим, просто штрафы выписывали, либо камера, либо сотрудник ДПС, без всяких последствий, но в какой-то момент, я не знаю, не справился с управлением, но какая-то такая ситуация получилась, что, допустим, сбил пешехода, либо в аварии какая-то произошла, тяжкий вред здоровью, легкий вред здоровью. Вот это является отягчающим обстоятельством то, что он не первый раз уже административное наказание уже нес? Для уголовной ответственности нет. Такого отягчающего обстоятельства не предусмотрено уголовным кодексом, как отягчающие обстоятельства, но в любом случае все эти данные о личности, в том числе о привлечении к административной ответственности, могут учиться при назначении наказания. То есть для суда это возможно будет, что галочка какая-то будет стоять? Все это принимается во внимание при определении размера наказания. Изменяется ли количество уголовных дел о нарушении правил дорожного движения? Здесь такая статистика, она не постоянная достаточно, хотя у нас и государство принимает шаги, направленные на усиление мер по безопасности движения, это принятие программ специальных по безопасности движения. Но, к сожалению, статистика не постоянная. Например, в 2012 году у нас было рассмотрено, по-моему, 260 уголовных дел, в 2011 году на 20% меньше уголовных дел. Это только по Туле? Это я только по Тульской области говорю. По Тульской области. Да, а в 2013 году опять было снижение количества таких уголовных дел, нерасполагаемые пока данными по 2014 году, потому что вообще полугодие не окончено. Но, во всяком случае, говорить о том, насколько изменяется ли, больше или меньше становится таких дел, говорить здесь нельзя. На Ваш взгляд, как можно сократить это количество ДТП? Есть ли какие-то механизмы? Вот чисто с Вашей точки зрения. Мне кажется, только усилением от местности административной, поскольку мы сейчас всем видим, насколько изменилась обстановка на дорогах, когда стала наступать административная ответственность за превышение скорости, при превышении более чем на 20 км в час. А все мы видим, что теперь, если раньше мы смотрели на спидометр, чтобы у нас было 60 км в час, то сейчас можно нарушить поехать 70-79 км в час, поскольку люди понимают, водители, о том, что ответственность наступит только при превышении скорости на 20 км в час, я имею в виду, в районах населенного будто. Вот в связи с тем, что 20 км в час не наказывается, когда превышение, увеличилось ли количество ДТП из-за этого, со смертельным исходом? Пока нельзя об этом говорить, потому что только недавно внесли такие изменения. А все-таки для производства по уголовному делу необходим какой-то срок даже хотя бы для предварительного следствия, поэтому пока такой статистики нет. На ваш взгляд, вот это вот 20 км в час, кому на руку сыграет все-таки? Будет ли последствия от этих 20 км в час? Трудно сказать, конечно же, но я не думаю, что это будет на руку нам, водителям. Светлана Викторовна, вы с вами машину водите? Да. Вот сейчас дачный сезон, да, можно так сказать. Многие люди, бабушки, дедушки, которые всю зиму их железные кони простояли в гаражах, сейчас выехали на дорогу. Вот может быть вы нашим зрителям какое-то предупреждение, может быть какое-то обращение сделаете, чтобы как-то меньше было все-таки для вас дело рассматривать? Единственное обращение, это, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию до движущегося впереди вас транспортного средства. Конечно же, сейчас изменилась обстановка на дорогах, потому что выехали, как вы правильно сказали, дачники, которые зимой на дачу не ездят и остаются дома, соответственно, транспортным средством не пользуются. И получается, что у них вот такой только сезонный разъезд на автомобилях, конечно же, с ними надо быть особенно аккуратными. И количество новичков, водителей тоже, конечно же, нужно быть аккуратными на дорогах, особенно с предупреждающими знаками на стекле. Светлана Викторовна, вы сами только что сказали, что новичков на дороге стало больше, количество ДТП и уголовной ответственности, с ними стало больше рассматриваться уголовных таких дел? Вы знаете, нет. Как правило, это виновными лиц признаются лиц, которые уже управляли много лет, либо, ну не то, что много лет, но не новички, скажем так, в управлении автомобилем или другим транспортным средством. При каких условиях возможно прекращение уголовной ответственности водителя? У нас Уголовный кодекс общие условия установил для прекращения уголовных дел. Это по делам небольшой и средней тяжести. Средней тяжести это по преступлениям, по которым предусмотрено наказание, не более 5 лет лишения свободы максимальной наказания. Небольшой тяжести это по преступлениям, по которым предусмотрено наказание, наиболее тяжкое это лишение свободы не более 3 лет. Так вот, преступление предусмотрено частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса. Это когда причинен средней тяжести вред здоровью, данное преступление относится к категориям средней тяжести, и по ним возможно как раз прекращение уголовного дела. Условием прекращения уголовного дела такими являются впервые совершение преступления и заглаживание причиненного вреда. Но сразу хочу обратить внимание тех горе-водителей, у которых данное происшествие произошло, что прекращение уголовного дела не является обязанностью суда, это право суда, исходя из конкретных обстоятельств дела, исходя из личности виновного лица, исходя из размера возвещенного ущерба, является ли он действительно достаточным для заглаживания причиненного вреда. Поэтому суд вправе и не удовлетворить ходатайство со сторон по прекращению уголовного дела за примирением. То есть когда люди помирились, потерпевший все простил и желает не привлекать к уголовной ответственности виновное лицо, тогда это возможно, но опять-таки хочу еще раз отметить, что это не обязанность суда. На вашей судебной практике часто ли такие случаи были? Да, такие случаи имели место, потому как обстоятельства бывают разные. Бывает и пешеход виноват, тоже он нарушает правила дорожного движения, либо это пешеход, либо, допустим, велосипедист. Но основной причинной связи с наступившими последствиями, это все-таки нарушение правил дорожного движения непосредственно водителям. Вот при этих обстоятельствах в целом действительно возможно и бывает прекращение уголовного дела, когда человек действительно раскаялся, загладил весь причиненный вред потерпевшему. Да, это возможно. Такие случаи были. Светлана Викторовна, может ли сам водитель доказать свою невиновность и что для этого надо предоставить? Хочу обратить внимание, что у нас существует презумпция невиновности и, собственно говоря, никто не обязан доказывать свою невиновность, а именно сторона обвинения наоборот должна доказать виновность этого лица. Ну, конечно же, он может доказать свою невиновность. Для этого, прежде всего, конечно, нужно не впасть в ступор, когда совершено вдруг такое дорожное происшествие, и запомнить каждую мелочь, каждую деталь, привлечь очевидцев обязательно, спросить фамилии, имя, отчество, законтактные данные, телефоны их, чтобы потом как-то с помощью очевидцев доказывать свою невиновность. И обратить внимание на любую мелочь, где была оса в стекла, где там, допустим, разбитый бампер упал, где именно в каком месте лежал потерпевший, такие очевидные факты, да, конечно же, это все может повлиять на доказанность виновности или невиновности. А запись с регистратора? Если только эта запись с регистратора была немедленно снята, изъята, об этом было сообщено сотрудникам ЕБДД, поскольку, к сожалению, запись может быть сделана потом, вдруг, как-то спонтирована, я не знаю, что как угодно. Все можно проверить, конечно же, экспертизы, но все это будет учитываться и исследоваться в совокупности со всеми другими доказательствами по делу. Светлана Викторовна, спасибо большое, что пришли, что рассказали нашим зрителям об уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Будьте бдительны на дорогах. До свидания. До свидания.